Приветствую вас. Давайте разберем ваши вопросы. У меня появился мужчина. После длительных отношений, с самого первого свидания, меня смутилось, что он вроде так ненавязчиво сказал о своем желании о детях дома из семьи. Окей, я озвучил цели. Потом спустя час сказал, что очень хочет домашнего пирога, не испеку ли я ему. Я смутилась, свежливо отказала. Когда мы разошлись по домам, он мне спустя полчаса стал звонить и под предлогом пустой болтовни общаться. Меня это тоже немного смутило, но я не придала значения. Мы стали встречаться, но у меня остались двоякие чувства. Я неосознанно чувствую его скрытый контроль и боясь меня потерять, когда раз он спрашивает, а увидимся ли мы снова. После времени вместе, когда мы расходимся по домам, он мне пишет чуть ли не сразу. Куча ненавязчивых вопросов, не дающих закончить общение на конкретный промежуток времени. Эти вопросы могут быть бесконечные, из тему в тему. Перед сном, когда мы уже попрощаемся, он начинает иногда звонить и говорить, что я не даю ему спать, как бы в шутку. В шутку, но эти разговоры затягиваются, я весело стараюсь их закончить и тогда только мы прощаемся. Потом может сказать какую-то фразу, спросить, а у тебя много было с кем ты то или то делал? И вопросы с подвохами. Каждый раз спрашивает, а кто нас с тобой объединяет? Хочет постоянно какого-то подтверждения от меня, если я не отвечаю через час на сообщение, может слать смайлик. И как я отвечу, сразу мне отвечает, как будто ничего другого не делает. Меня напрягает, что он хочет с тобой заполнить мое личное время. Я не понимаю, нормально ли это или я накручиваю себя. Что мы здесь по большому счету имеем? По большому счету здесь мы имеем столкновение с определенным поведением человека, можно так сказать. То есть мы сталкиваемся с тем, что вам не нравятся какие-то действия мужчины. вас они в этом смысле не устраивают. Мы сталкиваемся с тем, что вас напрягает какое-то поведение человека. Нормально ли это, что вас это напрягает? Да, нормально. Нормально ли то, что вам что-то не нравится и кажется, что мужчина, как вы говорите, хочет заполнить все ваше личное время? Да, это нормально. Нормально то, что вам так кажется. А не то, что он пытается это делать, потому что все, в любом случае, все является очень индивидуальным. То есть все индивидуально. И человек ведет себя так, как он себя ведет, а вы на это, соответственно, можете реагировать так, как вы на это реагируете. То есть вы можете на это реагировать, например, негативом, если вам кажется, что это вас как-то ограничивает. В чем здесь может быть такая проблематика? Проблематика здесь заключается не в том, что молодой человек ведет себя каким-то образом. Несмотря на то, что вам может показаться обратно, проблематика заключается в том, что вы как будто бы не знаете, как на это реагировать. Как будто вы не понимаете, как вам реагировать на то, что человек ведет себя вот так, как он себя ведет. То есть вам свойственно испытывать чувство смущения, чувство стеснения. Вы пытаетесь, как бы, судя по тому, что я могу видеть, вы пытаетесь подобрать слова, вы пытаетесь его не обидеть и так далее. Это выдает вашу неуверенность в себе, это выдает то, что вы как-то вот избегаете, получается, в целом, как бы конфликта. Это выдает то, что вы неуверенно себя чувствуете, когда нужно защитить свои личные границы. Это выдает то, что вы с трудом это делаете и, вероятно, ждете, что другой человек что-то поймет и, вероятно, перестанет так поступать. То есть основная проблема здесь заключается именно в том, что вы чего-то ждете. Основная проблема заключается в том, что вы именно ожидаете вот человека, поэтому он будет вести себя каким-то определенным с вами образом. А он себя так не ведет. И каждый раз вы сталкиваетесь с такой вот, получается, проблемой. То есть, грубо говоря, как-то суммирую, вы не совсем доверяете себе. То есть вы не доверяете своим ощущениям, вы не доверяете своим чувствам. И вот это является уже психологической проблемой, которую нужно корректировать. Это то, с чем можно и нужно работать. Дело ведь не в том, как ведет себя товарищ. Дело в том, как вы сами на это реагируете. Вот сейчас вы на это реагируете достаточно тяжело. То есть вы чувствуете ограничения. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что это ограничения, связанные именно с тем, как вы к себе сами относитесь. То есть, если вы сами к себе относитесь вот так, как вы относитесь. То есть, сомневаетесь к себе, подругаетесь сомнению, то, что вы думаете, чувствуете, считаете, говорите. Вот. То, естественно, само собой, вас у вас будут ограничивать другие люди. Просто потому, что вы им это позволяете. Иными словами здесь нужно больше внимания обращать на свою реакцию. Вот. Смотреть в сторону того, чтобы принимать свою реакцию, какой бы она ни была, а не стараться оценивать. Вместе с тем, мне показалось, что вы в большей степени заинтересованы, судя по всему, на том, чтобы удержать человека в отношении к нам. То есть, вы как будто бы за него цепляете все. Это может быть связано опять же с тем, что у вас после длительных отношений появился мужчина. То есть, вы в этом смысле, на мой взгляд, хотите вот этих самых отношений. То есть, таких вот получается несколько длительных. Вы хотите снова как-то вот, ну, снова почувствовать себя, видимо, во взаимодействии с мужчиной и так далее. Конечно, я не знаю, так это на самом деле или нет. То есть, сейчас у меня нет, что называется, ни подтверждения, ни опровержения того, что вы хотите. Но на мой взгляд, на мой взгляд, ситуация выглядит, к сожалению, именно так. И вот это, конечно, является достаточно серьезной проблемой. Серьезной проблемой и проблемой, которую нужно решать. Дело в том, что кроме вас эту проблему не решит никто. То есть, эту проблему не решит, например, мужчина тем, например, что перестанет вам говорить то, что вам не нравится. Перестанет вести себя так, как вас, например, не устраивает и так далее. Эту проблему можете решить только вы через развитие уверенности в себе. Вот, через, ну, скажем так, поднятие, если угодно, своей сына оценки. Если вы будете свою оценку поднимать, если вы на своей сына оценках будете работать, то вот тогда в таком случае ситуация имеет смысл стать именно такой, какой вы хотели бы, чтобы она была. И отношения будут развиваться так, как вы этого, опять же, сами хотите, хотите, а не так, как этого хочет, там, допустим, молодой человек. Вот примерно такой ответ я мог бы вам сейчас предложить с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Вот, то есть больше внимания, пожалуйста, уделяйте себе. Больше внимания, пожалуйста, уделяйте тому, что вам самому хочется, как вы сами чувствуете и так далее. Если человек, человек не может, вот, просто не может чувствовать что-то неправильное, вы чувствуете его контроль, то, скорее всего, его контроль и есть в данном случае. Но важно не то, что есть контроль или нет контроля, а то, что вам комфортно или нет. Если вам не комфортно, этого, в принципе, достаточно для того, чтобы в отношениях что-то менять. А вы, судя по всему, реагируете просто довольно таки пассивно. Что, между прочим, и создает у вас, на мой взгляд, такое чувство, что вы, ну вот, как-то беспомощны, что вы не можете, что вы не можете на ситуацию как-то повлиять и так далее. А на самом деле вы на ситуацию можете повлиять, и я, блядя, сказал, что должен, хотя понятно, что слово должен, не очень хорошее слово должен, это плохое слово, я не люблю его, но, тем не менее, здесь оно, это слово, как мне кажется, достаточно, достаточно приемлемо, оно достаточно приемлемо, именно потому что ваш комфорт, это ваша ответственность. Если вы не стоите на его страже, то никто не будет стоять на его страже, к сожалению. Вот, как-то, как-то так, пожалуй, можно ответить. Поэтому, необходимо развивать уверенность, внимательность и чувствительность к себе, к тому, что происходит именно с вами. Если вы это будете делать, то ситуация, на мой взгляд, перестанет быть такой неприятной. Ну вот, например, зачем нам общаться с человеком, допустим, который вот вас как-то не устраивает, да, зачем общаться с тем, кто ведет себя так, как вы, например, ну, не считаете, допустим, для себя приемлемо, да. То есть зачем общаться с таким человеком, но вы, тем не менее, такое ощущение, что общаетесь и надеетесь на что-то. То есть здесь еще нужно рассмотреть, здесь еще нужно рассмотреть и увидеть ваши потребностные сферы. То есть, а я-то чего хочу, то есть я чего хочу, вот, будучи в отношениях, я что хочу от мужчины, я на что надеюсь-то с, ну, с мужчиной. Вот, это очень важный, как мне кажется, аспект, на который вам имеет смысл обратить свое внимание. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше будет для вас, потому что вы в большей степени будете обращать внимание именно на себя, а не на другого. Вот. Безусловно, длительность отношений, безусловно, то, что вы были в длительных отношениях, накладывает серьезный отпечаток. Это само собой. То есть, вероятно, вас как-то, ну, допустим, вас как-то травмировало, например, то, что вы были в длительных отношениях и, ну, расстались. То есть, вероятно, вас это травмировало и травмировало, это вас довольно сильно, довольно сильно, возможно, опять же, опять же, да? Вот. И сейчас вы надеетесь встретить, увидеть такого человека, с которым у вас было бы повторение вот того опыта, который у вас уже был. Ну, к счастью или к сожалению, такого опыта, скорее всего, не повторить, потому что того, что таких отношений у вас нет. Более того, у расставания есть свои причины. То есть вы почему-то своим предыдущим, скажем так, партнером, да, вы почему-то расстались. Вот. Это тоже, на мой взгляд, желательно поисследовать, посмотреть и так далее. Вот. Когда и если вы в себе разберетесь, когда и если вы будете, скажем так, себя лучше понимать, вот, на мой взгляд, ситуация начнет меняться и меняться в лучшую сторону. Вот. Для вас, конечно, в лучшую сторону она начнет меняться, но для того, чтобы она изменилась, необходимо, чтобы вы начали с собой работать. Вот. А для этого ваш, на мой взгляд, прямой путь заключается в том, чтобы развивать доверие к себе. Вот. Это крайне важный момент и крайне важный аспект, как мне видится, по крайней мере. Вот. Как-то, пожалуй, так. Какая-то такая история, на которую я бы хотел обратить ваше внимание на данный момент. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи. 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 Удачи.